Весьма оригинальный подарок подготовили для учителей в госдобытчике педагогическое фэнтези. Так необычно назвали праздничную программу, главный герой которой путешествовал во времени. Элита городского просвещения смогла увидеть свой портрет со стороны через призму времени. О виртуальных событиях на сцене и реальных мечтаниях учителей расскажет Владислав Сельнинов. Леша, скажи, пожалуйста, в каком классе и в какой школе ты учишься? В шестом классе уровня А, Немайская межбалактическая образовательная школа, звездо 7, Северка. Год 2115. На Варенгойском ученику Лёше дали домашнее задание подготовить доклад, в котором необходимо найти пять ключевых определений света знаний. На поиски ответа он отправляется в прошлое. Ближайшая остановка 21 век. Первым делом ученик делится новостями из будущего. Всё как всегда. В школу мы космоладок летаем. Северка Лёшка 150 рублей. Ну, это как у нас, ты что-то новенькое. В новой станции метро в Карачаево появились. В «Оптимистах» два высоких небоскреба построили. Иван Ивановичек почему-то называют. Не знаю почему. А да, недавно собрался, что в комплексе «Звездный» сто лет исполнилось. Да ладно, его открили. Авторам постановки удалось отправить публику в мир иллюзий. В процессе представления на сцене появляются не только талантливые артисты, но и показаны фрагменты кинофильмов разных лет. Педагоги остались теми же. Они по-настоящему любят свою работу, ценят каждого ученика. Так же, как и прежде, сталкиваются с трудностями и в реальной жизни мечтают о чём-то большем. Желательно бы побольше премий, конечно, и повыше зарплаты. Особенно начинающим какие-то подъёмные. Было бы хорошо. Внедрена система стимуляции. Вот баллы нам ставят. То есть они нам тоже повышают зарплату за какие-то успехи собственные, успехи детей, которых ты учишь, какие-то мероприятия. То есть поддержка вот такого плана есть. Только нужно инициативу проявлять. И тогда будет немножко зарплат побольше. От труда преподавателя во многом зависит то, какое государство будет через какое-то время. Эту работу можно сравнить, знаете, вот с такими ручейками, которые питают реки, делая их полноводными, вот с корнями, благодаря которым держатся деревья. Со сцены звучат слова признательности за труд и неоценимый вклад. Выпускники прошлых лет дарят цветы, подрастающие поколения, своё творчество. Тем временем мальчик из будущего по имени Лёша всё же смог найти ключевые определения света знаний. Ответственность, самообразование, компетентность, любовь к детям и справедливость. Пожалуй, это и есть портрет современного новорингуйского учителя. И если свет – это знания, просвещенность, то интеллект, опыт, мудрость и профессионализм – это источники света, источники того блага, который мы ежедневно дарим нашим детям. В этот вечер учителя смеялись и плакали, грустили и радовались. Это о них сказано. Созидатели будущего процветающего региона – беспрецедентная преданность выбранному делу. Ещё не раз позовёт их на очередной урок. Владислав Сельнинов, Николай Александров, служба новостей «Импульс».